Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар и индексов на предстоящий день. 21 июня, среда. И напоминаю, что следующего понедельника стартует курс биржевой торговли, который называется персональные инвестиции. Начало будет на следующей неделе в понедельник, трехдневный курс. Зарегистрироваться и посмотреть описание вы можете в аннотации к этому видео. Итак, вернемся к нашему обзору. Пара евро-доллар. По паре евро-доллар вчера мы видели уход ниже локальных минимумов, отметка 1.1138. Пара закрепилась ниже этого значения, что в свою очередь подтверждает на текущий момент нисходящую тенденцию по данному активу. Среднесрочный уровень по данной паре, напомню, находится в области минимумов 1.11, минимум, который был зафиксирован 30 мая. Уход же ниже данного значения, откроет предпосылки на дальнейшее снижение по паре евро-доллар. На текущий момент в среднесрочной перспективе тенденция на укрепление остается в приоритете, в краткосрочной мы снижаемся. Пара британский фунт, американский доллар. Вчера мы видели уход ниже уровня поддержки область 1.2638, минимум, который был зафиксирован 12 июня. И на текущий момент по данному активу тенденция на ослабление также сохраняется. Ближайшая цель по движению по данной паре находится в области 1.23. Пара австралийский доллар и американский доллар в рамках среднесрочной тенденции продолжают свое восходящее движение. Вчера уже в рамках краткосрочных тенденций мы видели уход ниже минимумов, которые были 19 июня, значение 75.84, закрепление ниже этого уровня. И на текущий момент в рамках краткосрочной перспективы мы видим снижение по паре австралийский доллар и американский доллар. Но пока пара торгуется выше отметки 75.21, тенденция среднесрочная и долгосрочная остается на укрепление австралийского доллара по отношению к доллару американскому. Пара американский доллар и японская иена в рамках часового таймфрейма. Вчера мы видели уход выше максимумов 16 июня, значение в области 111.39, что в свою очередь подтверждает на текущую тенденцию восходящую по данному активу. Сегодня с утра корректируемся ниже минимума вчерашней торговой сессии, но тем не менее тенденция пока остается на укрепление американского доллара. Ближайший разворотный уровень по данной паре находится в области 110.62, минимум который был зафиксирован 16 июня. Пара американский доллар и канадский доллар вчера уходят выше максимумов 19 июня, закрепляются за ними. На текущий момент мы видим также формирование краткосрочной тенденции на укрепление американского доллара по отношению к доллару канадскому. Если говорить о продажах по данной паре, то необходимо увидеть закрепление как минимум ниже отметки 1.3204, это минимум который был зафиксирован также вчера. И после ухода ниже этого уровня мы можем говорить о начале продаж по данному активу. Пара еврофунт также корректируется. Вчера мы видели уход выше максимумов 19 июня, также закрепили за ними, но на текущий момент пара остановилась вблизи области среднесрочного сопротивления на отметке 88.34. Максимум, который был зафиксирован 14 июня. Если мы сможем преодолеть данную отметку и закрепиться выше данного уровня, то предпосылки на укрепление евро по отношению к британскому фунту будут сохраняться. Золото. Золото продолжает свое нисходящее движение. Вчера мы также видели новый импульс нисходящий, в ходе которого были обновлены локальные минимумы и вчера доходили до минимальных значений в области 1241 доллар за тройскую унцию. Поэтому на текущий момент тенденция на снижение золота остается также в приоритете. В рамках краткосрочных уровней мы можем отметить максимум, который был зафиксирован вчера, значение 1248 долларов за тройскую унцию. Если мы увидим уход выше данных значений, то откроются предпосылки сначала в рамках краткосрочного укрепления золота, в свою очередь который может перерасти уже в среднесрочный импульс и в среднесрочную тенденцию. Нефть продолжает свое нисходящее движение. Вчера увидели уход ниже минимальных значений прошлых торговых сессий. Уровень в области 4649 закрепились ниже этого значения и тенденция на ослабление нефти также получила свое подтверждение. Нефть корректируется после обновления локальных максимумов, которые мы видели вчера в области 12953. К концу торговой сессии ушли до отметки 12781 и на текущий момент тенденция краткосрочно сохраняется именно на снижение. Ближайший среднесрочный уровень по данному активу находится в области 12616, минимум который был зафиксирован 15 июня. Итак, коллеги, напоминаю, что с 26 июня стартует курс персональной инвестиции. Сейчас перед вами появится ссылка на регистрацию, вы видите ее в правом верхнем углу. Три дня, понедельник, среда, пятница, 18.00. Всех вас приглашаю на курс персональной инвестиции. С вами был Исааков Роман и увидимся на следующих обзорах. Всем спасибо и до свидания.